доброе утро день 5 нашего похода вот сидим в палаточке пьем кофе лес где-то орет леса бензопила понедельник рабочий день слышно 6 утра время пьем кофе просыпаемся и сегодня у нас принципе день я думаю хотелось бы успеть на море что там надо за становаться как-то остановиться в общем найти место главное чтоб на кемпинге были места в общем такие планы сейчас перекус небольшой состоянии такое усталость чувствуется большой есть ну как бы километраж около 400 километров есть так вот тут выглядит наша стоянка в принципе лесная такая там по развешивали вещи всякие там но это нормально то есть надо или она все-таки чё это скрывать я думаю это не все так идут в одних трусах примеру или там штанах 10 дней надо истираться и все остальное вот так вот палатка стоит лес ярик вылазит ставим одну палаткой как бы нормально для двухместной общей шикарной вполне комфортно вот два тамбура там вещи допустим мои там я река если чем сложилось там не спишь себе спокойно вот посмотрев на навигатор я пришел немного в шок по сравнению с прошлым годом меня идет сейчас плюс 100 километров то есть мы накрутили даже плюс 100 километров по исследованию этой немецкой границы там когда ехали ездим маршрутом решил проехаться но такая дуга получилось там чуть-чуть там чуть-чуть ну как бы нормально вот идет пятый день нашего похода общий пробег 394 800 отлично до моря осталось примерно 100 километров сейчас я хотел снять тент кинуть его там хостякает потому что конденсат уже есть и как раз нормально будет пока мы поедем туда-сюда вот идет процесс сбора лагеря собрали палатку принципу почти упакованная сейчас небольшой перекус сделаем поставил водичку сейчас там такое что-нибудь бомж пакет как его назовем он так и называется все и едем дальше уже солнце солнышко светит вот так какие планы сейчас доедем до этого озера все-таки чего показать я реку куда мы вчера не успели хотя так хотелось но не хотелось уже просто по темноте вкручивать вот так вот начинается наш пятый день хорошее место спасибо ему что нас приютила вот все мусор мусор как всегда в пакетике отдельном едим и выдвигаемся закончили сборы стоянки собрали велики место чисто мусор мусор вот на велосипеде там в комментариях как-то писали что мусор убирать и никогда им ли мусор не вставляю на стоянках всегда его убираем выкидываем мусор и всем это советую вот так что не переживайте мусор всегда убирается выходим с этого места вот нам надо выйти на маршрут едем дальше нашей цели день 5 пройдено около 400 километров сколько там я и было вот точнее 394 общем и общий пробег утра пятого дня составляет 394 километра это довольно нормальный для нас результат вот и еще сотка есть у нас до моря попробуем его преодолеть за сегодняшний день все в путь вот выходим мы на наш веломаршрут на же идет велотропа это r3 просто номером 3 отмечено такие даже обозначение есть вот и направляется в сторону города воли но перед этим мы заедем на это озеро даже я думаю было классно искупаться ну посмотрим так сутрица именно вообще было четко да сейчас глянем пока мы седем такой грунтовкой любуемся лесом утро понедельник пятый день ну так обозначен этот веломаршрут вот 3 стали вот место для отдыха такое мусорка выкинули мусор сосуд баклажку ярик снимет выкинет и как бы так мы всегда и делаем стояночный мусор до 1 ближайший без разницы 10 километров но он будет ехать с нами и выкинется только в мусор вот такого только в таком плане и так мы всегда делаем уважаемые зрители и вообще все люди делайте так как бы еще не жарко все отлично температура сегодня вы бы тоже до 28 стоит ну ночью ночью уже ощущается ночью падает до 10 как бы хорошо и плохо плохо что палатка в конденсате то есть просушиться ну сегодня мы не заморачивались чтоб сушить выехали пораньше я думаю на море все высохнет все проветрится и будет все отлично ну так но пока мы съедим асфальтная велодорожка и дальше будет скоро обычные такие уже дороги лесные там всякое такое мы с нее свернем и поедем на это озеро так немного пройдемся до озера вообще фигня осталось сейчас там перед этой посадкой мы сворачиваем и спускаемся доводь эрик нашел какую-то фрукту а слива и сейчас мы выйдем непосредственно на до озеро остается в принципе считанные метры там где-то таким лесочком она вот так едем такой легкий спуск такой полевой дороги так вот она то озеро которым когда-то стоял я своем прошлогоднем походе на болтинское море купался тут не раз и она просто шикарная тихая прозрачная вообще вода белый песок был тут столик стоял но он такой был стрёмный но тем не менее конечно плохо что тут 10 кострич сделали ну как место для стоянки просто шикарно вот даже мангал есть при желании можно воспользоваться вот так вот супер озеро и мы сейчас здесь искупаемся вот проведем я думаю час здесь потратить можно такая шикарная поляна здесь палатки все что угодно можно поставить будет классно вот так немного отдохнув искупавшись классно так фух с новыми силами мы продолжаем маршрут покидаем это озеро такое классное место вообще до которого мы вчера чуть чуть не доехали буквально там каких-то 13 километров выехали мы на основную дорогу продолжаем нашу дальше и следующий такой городок будет у нас это более до него примерно 60 километров вот там и пообедаем я так думаю но сейчас где-то будет магазин надо пополнить запасы воды ну такие планы пока месть едем такими дорожками какой-то не знаю поселок интерес небо погода такая пасмурная облачная точнее ну дождя не предвидится вот так вот мы лес тут идет автострада а3 мы ее преодолеваем вот ней пешочком потому что тут песок сейчас будет подъем песчаный тоже немного пройдем пешку ну а дальше уже будет я думаю лучше после преодоления трассы этой автострады а3 вот такая вот развязка мы пересекаем их по мосту по мосту такому прикольно вкручиваем дальше сейчас будет небольшой городок возьмем там водички продолжим наше движение до города воли вот красоты движение такое интенсивное движение такое интенсивное немного потратили время как нормально так в общем в общей сложности наверно часа два улетела у нас на поиск магазина в общем купили еще две камеры ну пускай будет запас все поправлено все сделано выезжаем с этого городка едем дальше в общем отремонтировал велосипеды пересмотрели еще так поменяли камеру все купили еще две запасных новых перекусили взяли по такому кебабу на тарелочке ну прикольно там картошка там такое мясо салат ну это все как идет такое кебаб на тарелке вот мы отправляемся дальше выбились мисс графика сегодня здорово вообще потеряли нормально сегодня мы до моря не успеваем я думаю мы доедем до города в Волень там уже определимся где-то будем искать то есть еще продлим на один день наш поход ничего это путешествие ну без этого никак поломки всякие на задержан самолеты где-то летают ну-ка где он там ага вот он он вон полетел фух ну это такой наверное может какой-то спортивный интересно ну да все мы покидаем этот город вот едем дальше по направлению к городу Волень вот оттуда вон мы приехали да и сейчас нам по вот таким вот дорогам там он коровы бедные от жарьев офигели уже наверное валяются ну мы поедем на Каутак новые маршруты шоу жарко вам да развалились да немного песка немного песка и нам опять идти песок нормально затрудняет движение ну ничего тут немного походу недолго он должен быть пройдемся на то он и поход на то это приключение и дальше вот такой вот велодорогой мы продолжаем ехать да красивая именно территория такая в общем сафари такие сафари на велосипедах ну стали вот перед выездом на асфальт немного будет асфальт разнообразие медленно но уверенно мы приближались к городу Волень как настроение нормально скоро море вообще четко надеюсь надеюсь не дождевые да я думаю что не дождевые но было бы хорошо что пока месть дождь нам не надо он будет вообще даже не кстати вот так вот поставили вело в общем отдыхаем минут так десять постоим подумаем вообще класс такой именно поход отдыхающий можно так сказать да я ли как ты говорил не валяем ничего так уже темп держим там сотня в день это хорошо но проехали мы уже ради интереса можно даже глянуть вот на счетчике 461 километр и это мой пятый день вкручиваем ну как бы если будет 500 вообще идеально за сегодня так как бы нормально держим марку тоже разъехались с такими путешественниками едем дело к вечеру нам надо доехать до этого города в Волень и уже завтра налегке дойдем до моря потому что сегодня было потрачено много времени то камера то поиск магазинов велосипедных ну так вот какое-то еще солнце у нас есть я думаю часа два с половиной это точно светового дня проезжаем такие вот поселки вот даже видно там журавль посреди поля просто ходит себе вот сейчас дерево проеду вот один и второй рядом вообще класс чистится там что то да такие картины на протяжении нашего похода мы часто встречаем ну вообще классно Ярик как самочувствие сейчас вообще отлично отлично да не жарко просто едем классно так ну немного притопили мы так нормальный темп держали сейчас была у нас небольшая передышка так пусть и километров двадцати но мы их прошли быстро я думаю сделаем этот участок доволене будет все классно съехали мы в общем с асфальта так закончилась эта асфальтная дорога она же идет туристическая тропа еще и обозначена ракушка фу мошки вот этой мошки вообще это два гошлачки да он весь в ней уже облепленный руки он какая-то зеленая мелкая мелкая не знаю что это ну уже болотная такая вот такой прекрасный мы уверенно приближаемся к городу Волень по такому прекрасному национальному парку который уже тоже относится к этому городу по-моему он так и называется Воленский национальный парк он практически там по всему побережью моря ну в районе здесь другой тоже так частично идет красивые виды вечерние ну вот это может конечно она или на всю вот вообще все руки в ней я не знаю просто рой на дороге стоит вот так на этой тропе врубаемся а просто обсыпает да как дождь какой-то лезет везде едем потихоньку вдали там коровы лежат дать мама штиц сопровождает кошмар просто и я думаю это просто не коровы это зубры зубры реально зубры хе-хе вот я первый раз уже так близко с утра и теперь к погному поюту нет вообще классно вообще классно не знаю не знаю но это национальный парк и как бы я думаю они тут под строгой охраной прикольно вот такой вечерний щитинский залив прикольно солнце затучит такие лучи классные вообще два лебедя да не два он еще там ну знака там так станции и не старая вот и продолжаем ехать скоро закончится эта территория парка тут очень много зубров для них тут просто рай ну вот на горизонте в принципе ветряки это уже хорошо яхточка плавает святка и солнце маршрут проходит по непосредственно побережью щеченского залива в долине в долине какая красота у нее в крючке рис какой идет я не знаю вообще вода теплая вода с воздухом и вот на горизонте показался город волень я я догоняет все отлично позади пока щеченский залив сейчас въедем там найдем водички в принципе ну и каких-нибудь приколов мясных потому что я так смотрю по своему по крайней мере состоянию Ярик красава вообще молодец я не ожидал ну около 120 уже есть за сегодня со всеми нашими там простоями это очень классно он летят на фоне такого заката даже Ярик меня обгоняет отлично едем нас ждет Волень город Волень город Волень мы это сделали на пятый день вечер пол девятого без двадцати девять пройдено пятьсот десять километров мы въезжаем в это в этот город ровно двадцать пять километров получается у нас до моря до Минцездроя нашей конечной точки в принципе целевой ну там мы проедем дальше вот сейчас ищем магазин ну и где-то остановимся на ночь вот так такие планы такой прикольный разбежной мост там идет автострада и вбежаем в этот исторический прийти к городу какая красота канал едем комары съедают ужас классно звонит костел вечерний дима так друзья вот такая вот получается штука чеченский залив проехали мы город волень купили сейчас перекусим нормально такой прекраснейший вообще уже закат уже зашло солнце именно такая вот зарево классно на горизонте комары сжирают у нас благо есть эта обработка но она долго долго не действует ну минут пять и все равно кусают опять надо брызгаться ну сейчас мы быстро быстро ставим палатку прямо на велодороге вот идет третья велодорога три она долго мы по ней с ней пересекали сейчас вот с волей не выехали и этот ракушка которая тропа святого якова то есть и святого якуба называется она здесь вот она очень очень длинная это пешая тропа из нам из паломничества что то такое в общем тоже интересная тема не знаю камера сейчас захватывает не захватывает в принципе полу полу мрак уже но я думаю ту красоту захватит классно сейчас мы тут прям поставим палатку тут видно такое место может что-то тут кота и стояла как бы это не национальный парк еще там дальше будет он уже все там обозначены мы еще почти в черте города но только за него выехали все ставим палатку едим и спим завтра остается нам 20 километров и мы у цели